Татьяна Зуева приехала из Донецкой области 4 года назад. Там у нас боевые действия идут. Я с сыном сюда приехала, где у меня родилась мама и жила. С нуля бы я не начала, а родственники, да, сестра у меня здесь, с семьей. Вот они нас приняли. В Горловке Татьяна трудилась в строительной сфере. Здесь пришлось переучиваться. Сейчас женщина работает швеей. Центр данной индустрии помог с работой. Сказал, что скоро открывается «Авангард». И позвонили, сказали, когда. И помог, пять тысяч давали пособия. На этом же предприятии работает и Михаил Кучеряну, оператором раскроенного комплекса. Подготавливает ткань и раскрой для обуви. Мужчина приехал из Республики Молдовы два года назад. Больше возможности найти работу. Женился здесь. Жена, семья, ребенок маленький сейчас. Кроме семьи, у Михаила в Пагаре появилось много друзей и знакомых. Здесь люди, это проще, проще в общении. Если вообще простые, легко найти общий язык. А вот брянские зимы молодому человеку показались долгими. Говорит, в Молдавии зима ровно три месяца. Привыкать к русским морозам пришлось и Ихтийору Кувандикову из Узбекистана. В Россию он приехал в 2009-м. Работал трактористом, но еще не в Пагарском районе. В 2015-м потерял жену. В поселке Красная Роща работали племянники Ихтийора. Они познакомили дядю с Галиной. Мы просто общались, а он к ним в гости приходил. Но племянник говорит, у меня когда муж умер, он говорит, ой, дядь, хорошая тетка, смотри, не потеряй. Галина с мужем счастлива, веселый, непьющий и работящий. Помогает по хозяйству. Трудолюбие Узбека ценит и его напарник. Исключительный работник. Пьяным выпившим вообще его ни разу не видел. Ну и все, трудится исключительно хорошо. Скоро Ихтийор получит гражданство. Мужчина уже подал документы. Вообще в Пагарский район едут практически из всех стран бывшего СССР. Больше всего приезжает соотечественников из Украины, из Молдавии, из Узбекистана. В центре занятости говорят, постепенно количество переселенцев снижается. В 2016 году в данной программе приняли участие около 40 человек. В 2017 году в два раза меньше, а за этот год более 10 человек приняли участие в этой программе. Мы можем предлагать им вакансии и давать информацию о предприятиях, находящихся на территории Пагарского района. А еще центр занятости выплачивает переселенцам единовременное пособие – 5000 рублей. Программа добровольного переселения рассчитана до 2020 года. Екатерина Пормон, Анатолий Чикрыгин. События. Пагарский район. Продолжение следует...